КОНЕЦ Я музыкальный продюсер. В России до где-то 2014 года я занимался музыкальным проектом Exit Project как музыкант и как со-продюсер этого проекта. И вот последние пять лет я живу в Соединенных Штатах и здесь занимаюсь продюсированием здешних проектов и также беру проекты российские. Следующий участник, шестой трек в этом сборнике, группа называется Different Cloud и композиция называется Center of Sound. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, по-моему, еще одна замечательная работа. Молодцы, ребята. Во всех смыслах очень красивая мелодичная музыка. По поводу исполнения, опять же, произношения. Я не говорю, что это прям большое такое ищу, но это слышится. По поводу Продакшн Комментарии Чуть-чуть теряются Backing vocals Особенно и хорошо слышно в начале, но вот в середине ранжировки они немножко становятся заваленными Мне еще также показалось, что Чуть-чуть замылингитарный звук С точки зрения обработки Посмотрите, это, опять же, на уровне EQ Или, опять же, это может быть мастерингом вообще в целом Такие вещи могут быть вытянуты За счет работы Со спектром Вообще целиком Просто частотным определенно Может быть Я бы еще поэкспериментировал с пространственной обработки барабана То есть именно тот рум или Reverb, в которых они сидят Тоже немножко с него поиграл, посмотреть, каким образом это Барабанный звук blends into the mix Встраивается в микс Еще интересная идея, может быть, это поиграться с акустическими пространствами в куплете и припеве То есть припеве сделать шире, больше Звук мне немножко показался вообще в целом Идея куда-то в сторону U2 Может быть, тоже еще аккуратнее, тоже интереснее поработать с дилеями гитарными, например Опять же, стереопанорама То есть широта стерео-имиджа, образа Тоже дилея очень интересно могут висеть в широкой панораме Окей, движемся дальше Следующий коллектив у нас это Эммет Ремес И композиция называется Roxy ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, по-моему, очень здорово, интересные идеи, ритмические идеи, не очень стандартные, что, безусловно, вас отличает, это здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важно, чтобы вы были tight, чтобы band звучал очень слитно, да, together. Здесь чуть-чуть немножечко я услышал небольшие расхождения ритмические тоже. Обратите внимание просто на репетициях. Поработайте больше с тем, чтобы просто реально бленд настолько ритмически убедительно друг в друга входили, и чтобы не было небольшого люфта. Я как-то заметил где-то в районе 0.35, на 35-й секунду примерно вот в этом районе. Послушайте чуть-чуть немножечко какого-то есть расхождения с точки зрения исполнения. Отличная песня, тоже также singable, с точки зрения продакшена, комментарий по поводу... Общий уровень. Мне показалось, что немножко, чуть громковаты гитары, и они начинают уже соревноваться с вокалом. Это тоже важный момент. Вокал это все-таки центр. Если это песенный формат, а вы находитесь в формате песни, как ни крути, то голос должен доминировать. То есть те инструменты в аранжировке, которые важны тоже, они должны быть под голосом, так или иначе. То есть это должен быть, к примеру, достигается на этапе продакшена, если вы вешаете сайдчейн на вокал, что он немножко поддавливает гитары, если вы хотите сохранить общий уровень, как и драйв, высокий гитарный. Важно, чтобы они не конкурировали друг с другом. Я вот такое, мне кажется, здесь услышал. В ответ как раз, возможно, лечится путем того, что вы просто сделаете потише гитары, или, может быть, чуть-чуть по частотке, может быть, вы вырежете в спектре фрагмент в гитарном звуке, куда ложится вокал, или, опять же, с помощью сайдчейн компрессии поставленный на вокал, вокал будет просто поддавливать гитару в том месте, где он звучит. За счет этого, если вы аккуратно все это сделаете, вы не потеряете в драйве гитара общим, но при этом вокал будет прекрасно читаться. Так, очень хорошая работа. Движемся дальше. Следующий наш участник под номером восемь. Группа называется Say My Name и композитный называется Bones. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что ж, отличная как бы тоже инди-группа, здорово все это, вот те комментарии, которые связаны с продакшеном и с уровнем вокала в миксе, которые я сделал к предыдущему коллективу, абсолютно применимы здесь тоже. Голос теряется в миксе, как бы растворяется, отчасти это связано просто с уровнями, с балансами громкостей, отчасти это связано с пространственной обработкой, может быть немножко залили ревером, слишком много его замыли. То же самое, насколько разборчивы слова, потому что вы поете, то есть для вас они безусловно разборчивы, потому что вы их поете, вы знаете, у вас есть определенная предвзятая картина, когда вы слушаете этот микс, вы слышите слова. Но для меня, как, допустим, стороннего слушателя, я не могу их разобрать часто, особенно, ну как в более тихие моменты, когда меньше всего происходит в миксе, я их слышу, как только начинается какое-то нарастание, какая-то более насыщенная ранжировка, он сразу теряется, вокал в миксе. Если только вы не хотите сделать это определенной своей фишкой, ну опять же, да, если ваша задача выйти на некоторое какое-то более широкого слушателя, что может не быть вашей задачей абсолютно, то это важный момент. Есть вообще такая история с одной большой мейджор студией в штатах, то ли это Capital Records, то ли это Universal или что-то такое, прямо если это Major-Major, там был прецедент такой существовал на протяжении долгого времени, когда после того, как закончили продюсировать артистов, полностью уже production track готов, приходила директива от менеджмента, это был редкий очень случай, когда менеджмент вмешивался в непосредственно процесс музыкопроизводства, и просили просто люди сделать в вокал, просто уровень вокала, просто тупо поднять на 2 децибелы, что он просто торчал над миксом, что вы уже читался. Просто обратите внимание, что если это радиоформат, если это популярная музыка, а рок я отношу к области популярных жанров, если это радийная музыка, то она будет звучать из аппаратуры, которая совершенно часто не приспособлена для того, чтобы любитель музыки настоящий слушал музыку. То есть, может быть, какие-то колонки в машине, это может быть какое-нибудь там, условно говоря, небольшое радио. Сейчас, безусловно, другой век в этом плане, что сейчас в автомобиле аудиосистема может быть абсолютно потрясающей. Но, тем не менее, обратите внимание на этот момент, на балансы и на положение вокала в миксе. Так, еще комментарии по сведению. Ну, да, в целом, основной, как бы, еще здесь, здесь еще какие-то другие моменты, на которые я обратил внимание, но их много, у меня, к сожалению, нет времени больше на это останавливаться, но вокал это основная штука здесь. Обратите внимание еще на, опять же, стерео-имидж, да, каким образом происходит панорамирование инструментов. Иногда просто, особенно, когда инструменты звучат в одной частоте приблизительно, они начинают друг с другом конфликтовать. Один из способов решить это, это развести панораме. Банально, но я очень часто, этот простой прием, я просто почему-то люди этого не делают, хотя это можно сделать, и это все уложится по своим местам точить лучше. Окей, едем дальше. Артист, название Bright, и композиция Every Night. Трек номер 9. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, по-моему, отличная песня, молодцы, ребята, отличная работа, очень мелодичная, прям хитовая песня с моей точки зрения. Очень приятный тембр вокальный, что очень здорово. Очень понравилось тоже, как на этапе продакшена поработали с пространственной обработкой вокала. Опять же, гармоники, определенные краски вокала, они раскрываются в пространственной обработке, и это, безусловно, делает значительно более ярким вокал, и вообще в целом более красивую, более полную картину, миксы целиком. С чем поработал бы то же самое, как бы, ничего не поделаешь для русскоговорящих, когда они пробуют петь на английском языке, есть моменты, связанные с произношением. Обратите на это внимание. Что еще? Очень понравилась гитара, но она тоже немножко замылена в ревере, немножко потеряна в миксе. Опять же, лечится это часто панорамированием адекватным, то есть разведением в стереобасе, эквализацией, и когда вы сажаете в ревер гитару, обратите внимание на такой параметр. Ну, вообще, в принципе, важный параметр для ревера – это пределание. То есть то, через какое время наступает непосредственно отражение. Разница между сигналом и отражением. Если вы это разводите в миксе определенным образом, правильно, если вы это делаете, за счет этого у вас сохраняется объемность звука реверберации, но при этом у вас сам непосредственно сырой сигнал, сам непосредственно голос или инструмент, он у вас считается ярче. Если этого не делать, то тогда как бы инструмент немножко теряется в ревере, он уводится на задний план и растворяется, замыливается. То есть это тоже один из способов, то это то, на что бы я смотрел, если бы я работал с этим миксом, к примеру. Так, все очень здорово, молодцы, ребята. Это прям очень приятная работа. Дальше двинемся. Трек номер 10. Группа называется Smooth Cats и композиция называется Yig. Дальше двинемся. Дальше двинемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодцы девчонки, очень здорово, очень вкусно все, очень приятная музыка в целом Опять же, Singable, она мелодична, она запоминающаяся китовая по сути песня Вот по аранжировочным моментам, я вообще в принципе начинал бы, мне кажется, чуть-чуть немножко затянутый интро, я прям сильно бы его резал и начинал его раньше Опять же, если мы говорим про некоторый радийный, может быть, какой-то формат, что-то более еще форматное На что я бы обратил внимание, с точки зрения исполнения? Грув чуть-чуть недокручен, то есть этот шафл, этот свинг, который у вас идет, он вкусный, чуть-чуть больше его, больше грува, чтобы он чуть-чуть больше качал Послушайте в этом плане американцев, поскольку, опять же, работа, которую вы делаете, она жанровая, то есть она не претендует на жанровый оригинальный старт, так скажем Послушайте других представителей этого жанра Не знаю, жанр популярный, поэтому я думаю, верю, что вы знаете сами, кого послушать Послушайте, допустим, команду называется Rebirth, The Rebirth Американцев, они будут в таком жанре, как вы работаете, именно с точки зрения грувов Еще с точки зрения, конечно, voicings, да, то есть это В этом стиле, где есть keyboard, он много берет от джаза И один из моментов, это voiceings, то есть это то непосредственное голосоведение и аккорды, то есть, которые играет клавишник То есть мне показалось, можно немножко поярче это сделать Это же касается и других квартир в аранжировке, там, струнных или духовых Вот, я так и не понял, кстати, что у вас есть живое, что не живое И такое часто происходит, когда недостаточно динамика в исполнении Я не знаю, духовые живые у вас здесь или нет, к примеру Но если это живое исполнение, то не хватает динамики, то есть экспрессии Контраста громкостей, прям все звучит примерно на одном уровне Что довольно скучно для именно вот этих инструментов То же самое струнных касается струнных духовых, которые, подклады, которые у вас играют Если это неживые инструменты, подумайте о том, что, может быть, заменитесь какими-то другими Sample libraries, да, если это струнные, сейчас прекрасно есть музыкальные библиотеки Сэмпловые, где вы можете сделать подкладыш точно, какие-то оркестровые Сделать их правильно, с точки зрения динамика, там, расписать expression Автоматизация, и у вас будет очень живо звучать оркестровые какие-то элементы То же самое с духовыми, обратите на это внимание Вокал, произношение, поработайте тоже с этой темой И в миксе он завален, ну, то есть, и по уровню громкости, и эквализации бы точно, и по-другому бы делало Это немножко, он такой буми, получается, как бы много средних, низких, и немножко тонет В миксе опять панорама, stereo and image За счет того, что у вас плотный микс, много инструмента звучит в аранжировке Обратите внимание на то, каким образом эти инструменты уложены слева-направо Тоже есть определенные какие-то клаши и уровень громкостей тоже Посмотрите на определенных элементах То есть, где-то у вас что-то должно вылезать вперед, где-то у вас что-то должно прибираться Опять вещи, которые, я говорю, могут быть тривиальными, но я, допустим, здесь их не слышу Особенно, когда появляется вокал Вокал сразу начинает конфликтовать с клавишными и с гитарой, в первую очередь И со струнными, и с духовыми Потому что они все примерно покрывают один и тот же диапазон шестотный И здесь нужно аккуратно еще работать с уровнем громкости Отчасти тоже технически этот момент решается с сайдчейнингом Сайдчейнинг компрессии, когда вы придавливаете микс в тот момент, когда возникает вокал Панорамированием, опять же Что еще? Какие пометки я здесь записал себе Этой композиции Да, может быть, да Еще один момент Это эквализация инструментов, которые звучат в одном и там же спектре Частотном, это и клавишные гитары, и оркестровая история тоже Посмотрите, может быть, можно как-то вырезать какие-то сегменты спектра Разделить по спектру эти инструменты немножко Чтобы они каждый сели еще в спектральном своем диапазоне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому